мы рассматривали наборы уровней и выяснили что один уровень определяет эпоху два уровня определяют политический режим в европе по крайней мере три уровня определяют экономический уклад а вот если брать четыре уровня что это будет я обнаружил что четыре уровня описывают гражданскую позицию давайте посмотрим как это происходит я обнаружил 7 устойчивых четверок в обществе 1 2 3 4 2 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 5 5 5 подряд идущих вариантов и вариант четный 2 4 6 8 и вариант 1 3 5 7 давайте посмотрим как они работают значит 1 2 3 4 я называю телезрители они у них вообще таких случаях первый и последний уровень самые выпуклые 1 магия 4 релинья и традиционно передача традиционной информации я называю телезрители они верят пропаганде или очень легко образуется такую зомби массу 2 3 4 5 я называю их конформисты они очень дорожат своей двойкой своей семьей своей малой общиной но в том же в то время у них есть пятерка для некоторой инициативы 3 4 5 6 люди с одной стороны хотят это я называю это проектное мышление проектная 6 это доказать 3 это прийти к цели 4 5 это правила и инициатива 4 5 6 7 я называю художники приведу потом примеры 5 6 7 8 философы 2 6 8 праведники и 1 3 5 7 грешники приведу примеры станет более ясно значит вот 1 2 3 4 магическое мышление ритуалы 2 3 4 5 делают вид что верят чтобы не отсвечивать дрожать семью близким кругом 6 3 5 6 ученые 4 5 6 7 избегают насилия тройки но 4 и 7 для них важны они генерируют новые идеи и их распространяют 5 6 7 8 готовы на поступок в одиночку 5 уровень стараться ни на кому не навредить 8 уровень не дрожат ритуалами 4 и не дрожат личными результатами 3 дрожат логикой и новыми идеями то есть 6 и 7 уровнем 1 3 5 7 индивидуалисты они нарушают все запреты все логики все правила и они лишены эмпатии то есть 6 8 абсолютные коллективисты они моральные авторитеты у них разбита интуиция чувство справедливости моральной интуиции здесь я должен сказать что я не сторонник с народного самоуправления я считаю что есть народ и есть элита народ это те кто занял позицию 1 2 3 4 и 2 3 4 5 народ поглупее народ по умнее а все остальные элита главный вопрос главный вопрос о судьбе государства решается вот где как те которые нарушают все правила и все нормы и даже нормы логики нарушают и даже нет у них эмпатии вот эти 1 3 5 7 и какая роль в государстве вот если они им удается я называю их отрицательная элита если они удается повезти за собой народ 1 2 3 4 2 3 5 то они вполне могут у них по уничтожить всех все остальные все остальное элиту мы получаем вариант сталина или вариант путина но если другой вариант скажем американский когда элита положительная объединяется ученые художники и философы из мудрецы святые объединяются и оттесняют плохую элиту 1 3 5 7 изолируют ее от народа и тогда все получается хорошо вот как этого достичь чтобы обидеть всех кроме 1 3 5 7 надо соблюдать правила и тогда уровень 4 будет общей точки общей сборки правда есть еще 5 6 7 8 которые не попадают в эту сборку но они настолько самостоятельные умные что им это не страшно но тут есть проблема нужно специальные усилия по интеграции 2 4 6 8 и а без них этого выиграть нельзя но если есть такая изоляция 2 6 8 то мы получаем такой эффект кассандры и все знаю но никто не слышит и вот этого в истории бывает довольно часто вспомнил например сахарова которого отправили в ссылку чтобы он не отсвечивал теперь еще покажу несколько картинок которые иллюстрируют вот эти самые четверки вот это вот один два три четыре поклонение мощам федора ушакова целуют стекло там где у нас мощи магия 1 ритуал 4 очередь 3 белые одежды 2 в общем такое мракобесие мягкое мракобесие а 5 свободный поступок шествия 3 транслирует лозунги 4 это как бы народ поумнее вот это дебаты навальный кац это все в духе 3 4 5 6 желание победить свободная дискуссия неопределенность известные правил а вот у нас пульсирают такой перформанс 4 5 6 7 арт активисты и статическая система транслирует массы все продумано но при этом очень рискованно это вот я представляю 5 6 7 8 а вот эти люди которых я считаю 2 4 6 8 это и грековенко михаил катарковский а вот эти люди которые для меня лисотворяют 1 3 5 7 дональд трамп и владимир путин ну в общем вот так я представляю себя современное общество и современную элиту современный народ